Девушки отдыхают 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 избавиться от перчаток и маски, если там, да, такая необходимость и снова обработать руки. То есть вот, конечно, это, скажем так, меня даже вот это немножко напрягло, то есть вот это излишняя уже такая... Почувствовали себя опасной. Да, но я, коллеги, знаете, что хочу сказать? Мы ежедневно, я объезжаю десятки участковых комиссий, выбирательных участков, поскольку общественная палата, как вы знаете, ведет процесс наблюдения, да, поэтому, и причем мы это делаем, так скажем, вот точечно, то есть не предупреждая, вот, и... То есть графика проверки нет? Подобные выезды, я хочу сказать, что, ну, вот ни на одном участке мы не наблюдали нарушений именно с точки зрения безопасности, вот с точки зрения там мер предосторожности. Единственное, на одном участке мы не увидели второго выхода, но там это по объективным причинам было невозможно сделать. Мало того, я сама, скажем так, провоцировала членов комиссии пропустить меня без, там, определенной процедуры, да, проведения процедуры, то есть измерения температуры и так далее, объясняя это, что это общественная палата, мы приехали посмотреть, мы быстро зайдем и быстро выйдем. Да, мы торопимся, мы тут не будем долго оставаться. Да, мы не долго, мы не голосовать, мы ничего трогать не будем, мы только посмотрим, где наши наблюдатели заработают, спросим, зададим пару вопросов, там, как все идет. Вы знаете, нас людей не пропустили. Сказали, нет, вы все равно должны пройти определенные процедурные моменты. Вот это меня порадовало. Наталья, ну, может быть, смотрите, ведь вы в первый день приходили, наверное, не так было много народу, вы на участке одна были, ну, из голосующих, или были еще какие-то люди? Нет, потом за мной уже, я пришла очень рано, поэтому у меня пришла практически самая первая, потом вслед за мной приходили еще люди, я видела это. На самом деле, вот мы ездим, и сегодня еще рейдов у нас не было выездных, после обеда мы поедем, пока мы каждый день не уезжаем, нигде нет ступотворения, максимально, где мы видели количество человек, это 2-3 человека, не больше. Вот, ездим и стараемся в разное время, и ближе к вечеру, и днем, там, да, и в первой половине дня. То есть картина, она примерно одинаковая. А вы не знаете, есть какие-то нормативы вот для членов этих комиссий, которые там, ну, определяют количество людей на участке в едином моменте? Ну, изначально ведь нам как говорили, чтобы это было одновременно не более 80 человек. То есть 8-10 человек? 8-10, но это было изначально заявлено на федеральных каналах, помните, да, что там, мало того, я так понимаю, что главное это расстояние, вот у меня, если, скажем так, нештатные наблюдатели, то есть все мои друзья, коллеги, я прошу их писать мне в личных сообщениях, если они увидели какие-либо нарушения, когда они пришли голосовать, и, может быть, действительно как-то с ними их что-то напрягло, вот. А вот, например, буквально недавно мне написали, что меня не пустили, и пока там небольшое помещение, пока человек не вышел, меня попросили подождать. На улице. На улице практически, да. То есть пока не вышли там определенное количество людей. Главное соблюдать дистанцию, в полтора метра, и это, в принципе, соблюдается. Соблюдается. Единственное, что вот не на всех участках такая яркая разметка, ну, это, видимо, уж какие-то не обеспечили вот этими лентами, то есть где-то они очень яркие, а где-то там сливаются с полом. Ну, это не так много вот таких участков, но есть. Ну, мне кажется, мы уже приучены лентами в магазинах. Я думаю, мы уже приучены к расстояниям, и потом можно сказать, это и озвучить, сказать, там, отойдите немножко подальше, там, друг от друга и так далее. Поэтому вот. Вот так. Такая картина. Понятно. Понятно. Значит, маску, ручку можно либо утилизировать непосредственно после процесса голосования, либо забрать с собой, если она вам нужна. Верно. Дальше вот еще могу сказать, мы при наших рейдах задаем вопросы и наблюдателям, и членам избирательной комиссии, как люди реагируют на это, и если отказы, ну, эти меры безопасности, да, определенные соблюдать, то есть действительно там берут маску, надевают перчатки, то есть все соблюдает. И не так часто, но есть такие отказы, когда человек говорит, нет, я не хочу, там, надевать перчатки или не хочу надевать маску. Это не так много, но такие есть. Ну, здесь это право человека, и это не должно быть основанием в отказе ему в голосовании. Даже если он не надел перчатки, маску, там, не протер руки, по большому счету это право человека. То есть, ну, избирательная членов, избирательная комиссия обязана ему предложить это сделать и пройти эту процедуру. Ну, это не системные отказы, то есть это в основном, в целом, люди к этому относятся, нормально на это реагируют. Еще, Наталья, по поводу наблюдения и жалоб каких-то, которые поступали, вот, ну, на сегодняшний день, есть какие-то вещи, которые действительно настораживают или нет? Вы знаете, пока, вот, так, чтобы настораживать, нет. Нет, такого нет. Каких-то серьезных таких обращений мы не наблюдаем. Есть обращения, ну, такого, тоже небольшого, там, какого-то такого характера, вот такого, ну, я думаю, что это все, мы как раз реагируем на это, мы звоним, уточняем. То есть, было несколько такой неподтвержденной информации на некоторых участках, когда выбрасывалась информация в сети, там, интернет, что не пустили наблюдателей, не пустили, там, тех-то и представителей СМИ. В общем, такая ситуация не подтвердилась. Была ситуация в Богородском районе, где как раз, вот, там, представитель средств массовой информации сказал, что ему, там, не разрешили фотографировать. Якобы, ну, на самом деле, он просто не представил удостоверения, что он действительно представитель СМИ. Ну, видимо, он посчитал, что его там должны все знать, раз Союр маленький, да, и не так-то много там... Я даже догадываюсь, про кого речь идет, там, действительно, да, все друг друга знают. Мы не говорим конкретно про людей, мы говорим конкретно на жалобу, которая поступила в ассоциацию независимый общественный мониторинг. Независимый общественный мониторинг работает на площадке общественной палаты, сидят четыре оператора, где анализируют все сообщения, которые поступают, сообщения в основном характера такого от наблюдателей, что нарушение не выявлено, и так далее, да, там все соблюдается. Значит, есть ли какая-то... Ну, действительно, пока вот нет таких вот серьезных обращений, да, но мы в любом случае, даже если там и неизначительно, мы стараемся выезжать. Вот буквально там мы позавчера выезжали, у нас наблюдатель не сразу нашел общий язык с участковой комиссией, с специальными участковой комиссией. То есть наши наблюдатели обеспечены стандартом наблюдения, где по 69 критериям оценивают работу избирательного участка. И когда вот он попросил, там, обратил внимание на один из критериев, председатель комиссии почему-то считает, посчитала, что, ну, это необязательно, и, скажем так, это не работа наблюдателя. Но мы выехали, оказалось просто, что председатель комиссии и члены комиссии работают в первый раз в новом составе, опыта не имеют, вот, да, и, в общем-то, на самом деле, мы, ну, все обговорили, обсудили, поняли друг друга, и теперь они работают в полном понимании уже. Понятно. Нашли общий язык. Нашли общий язык, да. Да, но это был единственный случай. Да, но завтра, завтра. Меня радует, что наши наблюдатели находятся в избирательных участках, потому что вот куда бы мы ни приехали, они везде находятся, они есть. Где-то один, где-то два, вот на одном было прям сразу три, но это вообще нет необходимости на самом деле это делать. Ну, это уже право их. Поэтому меня это радует, что ответственные люди относятся, да, реакции, вот, обязанности, поскольку направление мы всем выдали, у нас, да, на сегодняшний день уже закончился прием заявлений, и вот при подсчете 4890 навредателей у нас окончательная цифра, которые работают в Кировской области. А они работают вот на этих вот участках, которые расположены там в автобусе, я знаю, где-то в Леониде работают. Ну, не стационарные участки. На детских площадках. Они выходят во дворы, они выходят во дворы, да, и выезжают вот на мобильные участки. И это да, это да. Я знаю точно, потому что сама мы делали тоже рейды и по дворовым территориям. Поэтому наоборот, члены избирательной комиссии как-то вот их больше привлекают на работу во дворах. Ну, потому что там можно обрететь одним членом избирательной комиссии, двумя наблюдателями. Так что вот. Понятно. Наталья Шитько, председатель общественной палаты Кировской области, была с нами на связи. Спасибо большое, Наталья. Набираем следующих участников. Участников голосования, участников нашего эфира. Люди, которые сходили уже, успели отдать свой голос либо за поправки, либо против. Ну, слушатели, вы также можете попытаться дозвониться. 211-101. Возможно, у вас есть какие-то интересные истории. Вы уже сходили, проголосовали. Может быть, тоже нашли какой-нибудь, случился какой-нибудь неконтакт с председателем избирательной комиссии. Как это называется теперь? Участковая комиссия. Участковая комиссия. Нет, подождите, не избирательная все-таки. Не избирательная. Вот, да. Ну, в общем, участок для голосования. Для голосования. Для голосования, да. Мы все это называем. Я видела, да, много этих фотографий. Я, кстати, на самом деле, как-то пропустила вообще этот момент, что голосовать можно где-то вот во дворе. На лавочке. Да, вернулась из отпуска, увидела эти фотографии на пенечках, была немного удивлена и даже спрашивала у коллег, собственно, а кому так можно было? Кто эти люди? Мы сейчас у Валерия Семенищева спросим. Руководитель городского совета старших по домам и старший по дому на Ленина 20. У Валерия в дворе как раз работал вот такой участок в течение нескольких дней. Валерий, добрый день. Добрый день. Добрый день, Валерий. Да, вы тоже сходили, проголосовали, но вы голосовали на стационарном участке или вот на том, который работал у вас во дворе? Я голосовал на стационарном участке в первомайском тире управления. Ага. А тот, который во дворе у вас работал, как он выглядел? Он сейчас, кстати, там или уже все? Нет, он у нас присутствовал два дня на детской площадке. Мне позвонили как раз руководитель участковой избирательной комиссии и спросил, где можно во дворе такой временный пункт организовать. Я им предложил на детской площадке у нас там стол, скамейки. Ну, собственно, вот они там сидели втроем. Погода была хорошая, я так понимаю, да? То есть дождя не ожидал. Была погода хорошая, да. Много людей вообще приходило? Ну, меня пенсионеры просили организовать, вот не организовать, а узнать, когда вот они работают. Поэтому, в первую очередь, конечно, пенсионеры приходили. Я думаю, что всего, ну, человек, может быть, 40 на такой участок пришло. А как они вообще в ежедневном режиме работали? Так же вот с 8 до 8 или определенные какие-то часы были? Да, и как извещали вы жителей? А вот извещения жителей не было. То есть они сообщили, что вот они готовы прийти, а, собственно, извещения никого не было. То есть люди из окна, кто из окна увидел, что, значит, там происходит или рядом проходил, тот успел? Да. Валерий, процедура вот этого голосования во дворе, вы ведь ее не проходили, то есть не можете оценить, насколько там она отличается от той процедуры, которую вы проходили на стационарном участке? Ну, я присутствовал. Как это происходило, выглядело, то есть я могу сказать. Ну, конечно, я могу сказать то, что я непосредственно сам видел. Так. Вот. Образленные различия, они, собственно, были. Я, когда пришел на избирательный участок, собственно, в теруправлении, то есть меня заставили одеть наразовые перчатки, ну, точнее, сначала руки. Обработали. Дезинфектор обработали, да. Деть наразовые перчатки, одеть маску. Вот. Я свою маску одел, и, в принципе, у меня препятствий в этом оказывании не было. Дальше я в этих перчатках доставал паспорт из кармана, показывал, собственно, что я действительно прописал прописки здесь, нахожусь, вот, получил бюллетень, собственно, поставил свой крестик, галочку, и опустил бюллетень в турну. У нас на участке примерно то же самое все было. Было средство для дезинфекции, хотя его уже не предлагали. Видимо, у нас просто вот бабушки настойчиво отказывались. Вот просто вот, ну, оно стояло. Без перчаток тоже, хотя перчатки можно было взять. Ну, и маски тоже, как бы, просили маски здесь. Валерий, вот ЦИК Кировской области выпустил сегодня информацию, что, по данным, на 29 июня явка составляет 29% по Кировской области. Как ее оцениваете, как думаете, завтра, насколько может вырасти это число? Ну, я думаю, что многие активные, кто хотел, пришел на вот эти такие вот мобильные пункты, да, но я думаю, что явка, может быть, раза в два там может быть вырасти. С другой стороны, вот я не знаю, насколько вот реально 29%, мне почему-то кажется, что цифра завышена. Ну, хотя официальная информация, я думаю, это чисто мое субъективное мнение. Ну, вот так вот даже, вот если среди ваших знакомых, например, посмотреть, большинство все же уже проголосовало или нет? Я, честно говоря, вот такую информацию не собирал. Вижу по окружению в соцсетях, вижу, что многие из активистов, они уже постарались проголосовать. Вот. Да, с пользой такой возможностью, да. Валерий, еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот вы говорили, сопоставляли стационарный участок в Первомайском теруправлении и тот, который работал у вас во дворе на Ленина-20. Я видела в интернете просто вопросы там, да, от людей, которые принимают участие в голосовании. Насчет тайны там, да, голосования. То есть на участке стационарном были кабинки какие-то, в которые можно было уединиться, чтобы вот этот знак поставить, крестик или галочку? Или ладошкой приходилось прикрывать? Хорошо, что вы спросили. Почему? Потому что я немножко предварю одним комментарием. То есть тут появилась информация, что человек из Логики Рычаев написал, и вот мы с ним связались. Он сообщил, что у него получилось дважды проголосовать. То есть он сходил, собственно, в местный избирательный участок стационарный, где он изначально определён. И потом вот на такой мобильный пункт пришёл. И, соответственно, как бы у него получилось тоже свою галочку поставить. Даже адреса, может, он не сообщил. Могу назвать адреса. А то есть эта информация нашла подтверждение, да? Вот я непосредственно с ним пообщался. Я вот с избирательным участком, разумеется, не связывался. Но информацию, которую он мне сообщил, она вот у меня сейчас переглаза. В ВКонтакте мне списали. На самом деле ведь эта же история, она достаточно распространённая. Может быть, он просто очень быстро перемещался? Или как-то данные между этими? Нет, а какие данные? Я так понимаю, что люди, которые сидят на площадке во дворе, у них ведь нет компьютера. То есть они... Или они как-то проверяют всё-таки. В электронном виде не успел ли пять минут назад этот человек проголосовать в другом месте? Ну вот на мой пост откликнулся Эдуард Патрушев. Он пояснил, что в принципе-то на мобильных пунктах они созваниваются с снорным участком. И уточняют. И там уже выясняют, да, уголосовал человек или нет. То есть он так пояснил. Мало того, есть знакомые, которые приседательствуют в таком участке и говорят, что дело-то маловероятное и даже подсудное. Ну вот тем не менее, человек вот так прокомментировал. В смысле, то есть они каждого человека, кто пришёл проголосовать, по каждому человеку отзваниваются на стационарный пункт? Ну должны, по идее. Так делать, да. Но вот я при вот нашем голосовании на Ленин-20 такого не видел. Я, конечно, не акцентировал внимание на это, да. Но, по-моему, вот они по каждому человеку не прозванивались, не отличные. Ну вот интересно ещё, да, при подсчёте голосов двойные голоса могут как-то отсеяться? А как? Или нет? Там же ты не подписываешь бюллетень. Как его можно отсеять? А, точно. Ну единственное, что можно посчитать, наверное, количество вот этих двойных голосований и просто уменьшить бюллетени. Но как? Ведь ты же не знаешь, кто из пришедших голосовал за что? Кто в какой графе ставил галочку или крестик? А молодой человек был за или против? Который дважды голосовал? Вот он не указал, я, честно говоря, даже не спрашиваю. Понятно. Валерий, спасибо большое. Валерий Семенищев, руководитель городского совета старших по домам, старший по дому на Ленина-20. Валерий рассказал нам о том, как работал на его детской площадке, на детской площадке дома, да, избирательный участок мобильный. Да почему вот этот участок для голосования, избирательный участок, это такое устойчивое выражение, которое используется нами сейчас тоже. Да, вот эта вот история с тем, что есть какие-то, видимо, ну, все-таки недочеты, я не знаю, которые нуждаются в проверке еще в чем-то. Ну, вот те же все эти, там много случаев ведь были описаны и в федеральными СМИ по поводу электронного голосования, и что у нас, время? У нас есть пять минут до рекламы, я так понимаю, да, и мы сейчас просто со следующим нашим спикером будем связываться. А по поводу электронного голосования, там тоже были какие-то лазейки для того, чтобы проголосовать дважды, но я так понимаю, в случае с электронным... Там они ведь проходят какую-то идентификацию, насколько я понимаю? Да, разумеется, они паспортные данные, насколько я понимаю, заносят. Я вспомнила, там были разные СНИЛС, по-моему. То есть, соответственно, система не может опознать себя как одного и того же человека. Вот в этом была, собственно, проблема. Но здесь вот тоже, видишь, интересно, кому-то удалось скачать. Собственно, если ты не отзвонился вовремя на участок и не уточнил, есть подпись там человека или нет, то, естественно, а участковые комиссии как себя ведут в этой ситуации? То есть, получается, что в мобильных комиссиях члены избирательной вот этой вот комиссии должны позвонить и в тот момент, когда человек собирается голосовать, и после того, как он уже проголосовал. То есть, они должны позвонить и сказать, что вот этот товарищ к нам пришел. Не было ли его у вас? Не было ли его у вас? Раз. И второй вопрос. Он сейчас будет голосовать. Пожалуйста, вычеркните его из ваших списков. Есть звонок у нас. Александр Абекасов, я так понимаю, с нами на связи. Добрый день. Добрый день, коллеги. Рад слышать. Да. Александр заместитель главного редактора информационных программ телеканала «Продвижение Киров». И Александр тоже уже проголосовал. Саша, подскажи, пожалуйста, в какой день ты ходил голосовать? Я сходил в воскресенье с утра. Мы участвовали для голосования на кофер детской художественной школе. Это на «Молодой Гвардии». Так, тоже центр города, получается. Чем-то центр города, но никаких ВИПов там не голосуют. Как это нет по прописке. То есть обычный такой, обычный городской участок. Обычный самый участок. Да, можешь дать нам картинку, как это все было. То есть вот ты заходишь, к тебе сразу кидается человек с пистолетом. Термометром. Да, абсолютно верно. То есть здесь надо отдать должное избирком и правительству. Как обещали, что будет безопасно именно в этом плане. Так и было. То есть я вошел. Маску я надел свою еще на входе. То есть мне сразу подошел человек в маске, измерил температуру. Все хорошо. Указал на комплекты, где у нас ручка, маска, рекламные флайеры в индивидуальной упаковке. Я надел перчатки, подошел к столу, показал паспорт на расстоянии. Сверили. Поставил подпись, взял бюллетень, проголосовал, пустил урну. Все. Я был один на участке, сразу говорю. То есть других избирателей не было в этот момент во всем случае. И бюллетеней было не особо много в урне. Не особо много. Это сколько? Когда кучка валяется, ну, правда немного. То есть видно, что по этому участку на тот момент активность была небольшая. То есть эти вот урны с бюллетенями, они, я так понимаю, что были запечатаны 25-го числа. И они до сегодняшнего дня там стоят, да? Или до завтрашнего дня? Я как понимаю, вот то, что их каждый день будут скрывать и перечитывать, вот на ни одной пресс-конференции не звучало. Я, скорее всего, понимаю, что именно только вот как раз после первого числа, после закрытия всех участков будет подсчет. Саш, а кроме своего участка ты бывал еще где-то? То есть там как-то... Честно скажу, нет, только сейчас поеду, плюс вечером у нас во дворе голосование тоже посмотрю, потому что очень интересно, как у нас будет. У нас места во дворе практически нет. Ага. А слушай, а вот этот вот участок, который будет работать у вас во дворе, он организован по просьбам жителей или это все-таки сама комиссия там, да, инициативу проявила? По информационному сообщению на подъездах, да, по инициативе как раз комиссия, как я понимаю. Ну вот смотри, да, с коронавирусной безопасностью все понятно, ладно. Тут вроде бы обезопасились. По поводу вот этих двойных, да, голосований, о которых сейчас Валерий Семеничев рассказывал. Поступали ли, возможно, тебе тоже какие-то такие вот сообщения о том, что где-то кому-то удалось найти лазейку? Ну, всегда есть какие-то недочеты. Так, Саша, я прошу прощения, ты можешь куда-нибудь перенеситься в пространстве, потому что почему-то внезапно испортилась связь? Алло? Так, Александр Быкасов у нас пропадает. Алло? Так, алло? Алло, слышишь? Так, плохо слышно. Коллеги, сейчас. Хорошая изоляция, значит? Ура. Алло. Ура, мы снова на связи, да. Да, снова на связи. На котором распечатаны поправки. То есть, когда я подошел посмотреть, стало интересно, у меня возникло впечатление, что там указаны не все поправки, к сожалению. Я уточнил, у членов комиссии они сказали, да, вот рядом есть приклеенная газетка, сложенная в несколько раз, вот там полный текст поправок, то есть парламентская газета. Маленький шрифт, темная бумага, и для человека, который в возрасте, вот честно говоря, будет тяжело их прочитать. И тут надо догадаться, что здесь не все поправки. А они те, которые есть, они как-то особенно выделены, то есть, например, поправки... Это те поправки, которые у нас в информационных роликах звучали. То есть, это социальные поправки, так называемые, про пенсии, про, например, назначение судей конституционного суда, ничего нет. И про подчинение сенаторства, и про обнуление. Если ты все прочитал, то именно, то есть, ну, сразу было ощущение, что по количеству визуально понял, что поэтому и переспросил его членов комиссии. А там, где висит парламентская газета, вот этот экземпляр, с которым можно ознакомиться, там есть какой-то опознавательный знак, что вот здесь вы можете познакомиться с полным текстом поправок? Или предлагают это сделать? Да, я после этого обратился в избирком, чтобы хотя бы на участке указали, что, говорю, вы можете обратиться, без проблем у нас есть, вы можете прочитать. То есть, ну, надо догадаться. Спасибо большое. Александр Быкасов был с нами на связи, заместитель главного редактора информационных программ телеканала «Продвижение Киров». Александр голосовал, голосовал на «Молодой гвардии» в помещении художественной школы. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу, через полторы минуты вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается в студии Дарьи Топузлеева и Анны Лапшина. Мы обсуждаем сегодня голосование по поправкам Конституции, связываемся с теми людьми, которые уже успели проголосовать. Выяснили попутно, что сегодня, например, все еще продолжает в некоторых точках нашего города работать мобильные, так называемые, избирательные участки. Где-то они уже успели отработать. И вот последний наш спикер, Александр Быкасов, заместитель главного редактора информационных программ телеканала «Продвижение Киров», говорил нам как раз о том, что у них во дворе вот этот вот стационарный, нестационарный участок организован по просьбе, точнее, по инициативе комиссии, вот этой счетной избирательной. Еще Александр говорил о том, что пусть они будут избирательными участками, на избирательных участках ознакомиться с текстом всех поправок не предлагают. Но это можно сделать, там лежат... По своей инициативе. Там есть экземпляры парламентской газеты, где полный текст поправок с пояснениями содержится. Не очень, конечно, это может быть визуально понятно, а крупно, конечно, выделены социальные только поправки. Да, у нас следующий наш гость, это Антон Менчиков, предприниматель. Антон, добрый день. Да, добрый день. Добрый день, Антон. Тоже ты проголосовал. Скажи, пожалуйста, где ты голосовал, на каком участке и как это все происходило? Я голосовал на участке в 13-й школе на улице Роза-Максимбург, по записке. Значит, в принципе, Александр Быкасов сказал примерно то же самое все было у нас. Я был один. Это был первый день голосования, буквально часа четыре дня, наверное, было. Я был один на участке, никого не было. Зайдя, значит, мне провели дезинфекцию рук, предложили маску, у меня была тоже своя маска. Достали, как это называется, книгу, в общем-то, я расписал. Ну, понятно, журнал. Списки, списки, журнал, да, все правильно. Достали журнал, то есть, сверили мои паспортные данные, паспорт тоже из рук меня не забирали, то есть, с моих рук попросили показать. И, в принципе, все, пригласили прийти в кабинку, заполнить бюллетень и отпустить его в Орну. Сразу обратил внимание, в Орне было около, ну, 30-40, наверное, бюллетеней на тот момент, то есть, совсем немножко, на самом-самом, не было, не было видно. Антон, а вот то, о чем Александр говорил по поводу того, что нет возможности, ну, вернее, есть возможность ознакомиться со всеми поправками, но она... Но она, скажем так, информационно не бросается в глаза. То есть, действительно ли это так, что на участке... Вы когда шли, вы уже были знакомы с ними, со всеми, или, например, рассчитывали где-то почитать? Ну, в школу, я когда шел, я, в принципе, уже знал примерно, за что я иду голосовать, или почему я иду голосовать. Да, действительно, то есть, на участке не было видно, что вот где-то вы можете ознакомиться с поправками, вот здесь, допустим, вы можете ознакомиться. Никто этого не предлагал сделать, и, соответственно, то есть, бюллетень, да, нет, и все. Ну, и не было такого, я не знаю, возможно, где-то слышали знакомые или кто-то, нет, не было никакой разъяснительной работы. То есть, если я, например, не понимаю смысл какой-то поправки, члены комиссии могли мне объяснить, что это значит? Если честно, не слышал такого, и мне, соответственно, тоже никто этого не предлагал сделать. Ну, и вопросы, конечно же, я так понимаю, что Антон не задавал, потому что познакомился с текстом поправок заранее. Ну, да. Да, Антон, спасибо большое. Вот еще один человек, который голосовал тоже в центре города, мы сейчас будем связываться с очередным нашим спикером, он голосовал не в городе, не в городе. Сейчас посмотрим, чем отличается голосование там на улице Роза Люксембург, на улице Молодой Гвардии, там на Театральной площади от голосования в других районах города Кирова. Возможно, не отличается ничем, а может быть, есть отличие в какую-то сторону, либо положительное, либо отрицательное. А у тебя, кстати, никто из знакомых, я не знаю, возможно, столичных принимал участие в электронном голосовании? Я не спрашивала, если честно. Единственная история про электронное голосование, которую я знаю, это как раз вот история журналиста Павла Лобкова, которому удалось проголосовать дважды. И сейчас, я не знаю, чем закончилось, она на тот момент, когда об этом стало известно, Павлу грозили какой-то ответственность за нарушение законодательства. И это очень смешно, то есть, условно говоря, есть дыра какая-то в действиях организаторов всей этой компании по голосованию. Человек, который является журналистом, проводит журналистское фактически расследование, выявляет эту брешь, ему спасибо надо сказать, а ему вот сейчас, видишь, грозят ответственностью за то, что он посмел показать на недочеты. Ну вот, интересно, да, вот этот молодой человек, который выложил информацию о том, что он проголосовал дважды, интересно, к нему тоже полиция придет проверить эту информацию или нет? Ну, посмотрим. Я думаю, что все равно этот человек каким-то образом, наверное, оставил свои координаты и еще что-то. И очень хотелось бы, конечно, чтобы это был реальный человек, и история действительно имела... Я думала, ты сейчас скажешь, и чтобы история была реальная. Нет, я это и хотела сказать, чтобы действительно история была реальная, то есть, ну, эти бреши надо как-то выяснять. Нет, ну, мне бы хотелось, чтобы эта история была нереальной, и что этой бреши нет. С точки зрения закона, ну, она уже есть, уже Павел Лобков показал, что эта история должна быть. Ну, вот она не только у нас, да, не только с электронным голосованием, но в том числе и в Москве это все проявлялось. Ян Чеботарев с нами на связи, юрист. Ян Евгеньевич, добрый день. Добрый день, рад вас слышать. Да, добрый день, Анна и Дарья. Ян Евгеньевич, вы голосовали, мы анонсировали немножко, вы голосовали не в центре города, я так понимаю. Ну, я живу в деревне, да, я приехал к себе на избирательный участок, удивился количеству обслуживающего персонала, который занят на избирательном участке. Было двое полицейских, было несколько членов избирательной комиссии, и я был единственный посетитель, кто выразил желание отдать свой голос за или против изменений действующих институций. А наблюдатели были? Никого. Ага, как интересно. А участок ваш, ну, во-первых, когда вы голосовали, во-вторых, участок ваш много ли обслуживает жителей прилегающей территории, можем мы описать? Да, можете, участок мой находится в селе Бахта, Октябрьского района города Кирова, обслуживают несколько близлежащих поселков и деревень, ну, я думаю, если в абсолютных значениях, это несколько тысяч горожан. Ага. Ян Евгеньевич... Голосовал я вчера, вчера днем, вручили мне масочку на входе, правда, у меня своя была, подарили ручку и две наклейки, которые я, правда, не решил куда использовать, но пока лежат. Ага. Понятно, сберегли пока. Пока дерев не выбросил. Ага. Ян Евгеньевич, как оцениваете явку сейчас, вот 29% официальной данной ЦИК на 29 июня? По региону нашему. Слушайте, я не знаю, как к этому относиться. Я, по большому счету, не уверен в правдивости тех цифр, которые озвучиваются. Но вы тоже считаете, что она завышена? Вот вы сказывали у нас уже здесь такое мнение. Я считаю, что завышена. Просто я наблюдал, что в той урне, куда я опустил бюллетень, лежало всего несколько бумажек, при том, что голосование идет не первый день. Урны опечатаны и скрыты. Они будут, простите, уже по завершению. Ага. То есть фактически вы видели в этой урне всех, кто проголосовал на вашем участке? Да, это очень небольшое количество. Очень небольшое. А не может ли так быть, что ведь у нас же участки-то, видите, вот эти все стационарные участки, понятно, но есть не стационарные участки, которые тоже собирают бюллетень, я так понимаю, в опечатанную какую-то емкость, да? И она будет вскрываться после этого раза. А потом есть же какие-то участки на предприятиях еще где-то, может быть, оттуда потом подвезут. Может быть, может быть, все что угодно, но меня, как обычного гражданина, крайне напрягает то обстоятельство, что, к сожалению, в отличие от, например, выборной кампании, отсутствуют любые наблюдатели, которые могли бы убедиться и удостовериться в том, что никаких нарушений при подобного рода голосовании, при подсчете голосов не будет допущено. Ну, вообще удивительно, потому что Наталья Яшичкова ходила с нами на связь в начале эфира, она говорила нам как раз, что претензий к работе наблюдателей нет, и вроде бы наблюдатели общественная палата мониторит, и все они всегда на местах. Вот по фотографиям, знаешь, сложно сориентироваться, но, по крайней мере, все фото, которые я видела, вот этих мобильных пунктов, по фото было не похоже, что там есть какие-то наблюдатели. Да, у нашей общественной палаты столько людей, не хватит, сколько у нас избирательных участков с тем, чтобы отправиться их наблюдатели на каждый из них, не говоря уже как раз о мобильных пунктах. Ну, или могли отлучиться, может быть. Как думаете, завтра люди подтянутся на участки? Ну, я думаю, что как раз завтра основная масса и пойдет, все-таки наши граждане привыкли являться на избирательном участке в означенный день. Еще, Елена Евгеньевич, такой вопрос. А я правильно понимаю, что на избирательном участке вот в Бахте не было никаких активностей? Может быть, они будут завтра, да? Никаких, никаких. То есть ни булочек там? Нет, 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 нет. Никак не заманивали, выездной торговли не было, ни песен, ни плясок, ни местной самодеятельности, ничего. То есть все было достаточно сухо, спокойно, скромно и деловито. И еще один вопрос, последний. Скажите, пожалуйста, на вашем участке, вы-то ознакомились с текстом поправок, я знаю, но где-то это в открытом доступе и на видном месте есть текст поправок? Нет, 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 нет. Вы не обратили внимания или не было? Я посмотрел, и нигде текст поправок в распечатанном виде я там не нашел. Понятно. Спасибо большое нашему эксперту Яну Чеботареву, юристу. Ну вот смотри, да, по поводу явки, которую спикеры наши многие называют завышенной, то же самое говорят, да, я вижу, что осталась минутка, то же самое говорят и о данных exit poll, которые по данным в ЦИОМ говорят о том, что 76% поддержали. И тут я слышала мнение о том, что люди, посмотрев на то, что 76% уже поддержали, решаются не идти голосовать вовсе, потому что считают, что все уже решено. Так вот, еще ничего не решено. Но по Кировской области явка официальная 29%, то есть это треть. Учитывайте, учитывайте, что есть определенное количество людей, которые голосовали все-таки дисциплинированно, кто-то в первый день, кто-то во второй. Поэтому завтра не упускайте возможности. Сходить на голосование завтра, 1 июля, участки, ваши участки будут работать с 8 утра и до 8 вечера. Мы с Дарьей Топузлеевой прощаемся. Программа «Дневной разворот» завершается. Через 20 минут крупный план. Владимир Маматов и Владимир Сметанин. Владимир Маматов и Владимир Сметанин.